Область знаний Лекция на Радио Звезда Химия еды. Мясо Рассказывает доктор химических наук, заведующий кафедрой химической физики, функциональных материалов МФТИ, Профессор химического факультета Высшей школы экономики Валентин Новиков Область знаний Если спросить у кого-нибудь, каким должно быть приготовленное мясо, то ответят вкусным, мягким, сочным. И действительно цель приготовления любого мяса – достичь максимальной сочности, вкуса и мягкости. Но мясо – это бывшая мышца. Какая это была мышца, как жило животное, как мясо добиралось от фермы до холодильника, будет сильнее всего влиять на качество конечного продукта. В первую очередь нужно понимать, что любая мышца – это довольно сложное образование. В состав мышц, кроме, собственно, мышечных волокон, которые и генерируют силу, входит еще масса соединительной ткани, много воды, в которой растворены различные вещества, влияющие и на вкус, и на запах, жир и жирорастворимые вещества. И нужно понимать, что вкус чаще всего образует соединения, так называемые, низкомолекулярные. Это маленькие молекулы, в состав которых входит буквально несколько десятков атомов. А высокомолекулярные соединения, такие как белки и нуклеиновые кислоты, сами по себе серьезного вкуса не имеют. Но они оказывают очень серьезное влияние на текстуру, на то, насколько легко нам будет жевать приготовленный стейк. Нужно понимать, что мышцы – это, по сути, тонкие волокна, которые собраны в чуть более толстые пучки. Эти пучки обернуты соединительной тканью, основным компонентом которой является белок коллаген. Длина мышц, толщина мышц, количество коллагена, жесткость самого коллагена – все это будет определять жесткость конечной мышцы. И в первую очередь все эти параметры будут зависеть от того, как же эта мышца использовалась при жизни животного. Если она была нужна для того, чтобы двигать большой вес или резко сокращаться, когда животное пытается куда-то убежать, то потребуется жесткий коллаген, чтобы выдерживать это усилие, чтобы сдерживать все волокно мышцы вместе. И сами мышечные волокна тоже будут толще, а мясо, соответственно, жестче. Жесткую мышцу можно попробовать размягчить выдержкой, маринованием, механически, можно просто нарезать. Но так или иначе, если мышца жесткая изначально, это останется с ней до самого конца блюда. Сильнее всего на жесткость конечной мышцы влияет именно коллаген. Это белок, который держит в составе соединительной ткани мышцу вместе. По сути, это своего рода колбасная оболочка, которая сдерживает вместе мышцу. Кстати говоря, многие колбасные оболочки действительно делаются из коллагена. Если вы пытались когда-нибудь разжевать колбасную оболочку, то понимаете, что он довольно жесткий. И поэтому неудивительно, что мясо будет тоже жестким. На молекулярном уровне это своего рода тройная спираль, составленная из аминокислотных цепей. Примерно как всем известная ДНК, составлена из двойной спирали нуклеотидных цепей. Отдельные нити коллагена связаны друг с другом, соединены друг с другом, сшиты. И они образуют сеть, которая как раз таки и покрывает любое мышечное волокно. При нагреве коллаген, как любой белок, подвергается денатурированию. То есть он теряет свою структуру, съеживается, сжимается. И вот эта коллагеновая сеть при сжатии сдавливает мышечные волокна и выдавливает из них весь сок. Соответственно, при сжатии коллагеновой сетки мышцы теряют сок, теряют воду, и мясо становится сухим. Дополнительно при этом за счет такого сдавливания оно становится очень плотным и очень жестким. Можно действовать по-другому. Можно не резко нагревать мышцу, а греть ее медленно. При этом произойдет так называемая реакция гидролиза. Присоединение молекул воды. При этом отдельные сшитые нити разошьются, тройные спирали коллагена расплетутся. И то, что получится в итоге, будет называться уже желатином. Как знает любой, кто ел когда-нибудь желе или, например, холодец, желатин совершенно не жесткий. Наоборот, он очень мягкий. А вот, например, ощущение липкости, которое возникает у нас на губах, когда мы едим крепкий бульон, это тоже желатин. Кстати, коллаген с греческого переводится как рождающий клей. Потому что образующий желатин, в принципе, вполне пригоден для того, чтобы сделать из него очень хороший клей. Например, для дерева. Иногда так и делают. Соответственно, длительный нагрев жесткого мяса в присутствии воды при не очень высоких температурах приводит к тому, что у нас получается мягкая масса, которую можно порезать при желании вилкой и которая буквально тает во рту. Потому что желатин при температуре человеческого тела плавится. При этом, если то же самое жесткое мясо просто положить на гриль при высокой температуре, то сокращение коллагеновой сетки приведет к тому, что оно станет очень сухим, жестким, и все соки уже будут потеряны. И ничего хорошего с этим мясом больше сделать будет нельзя. Другой фактор, который влияет на вкус и текстуру конечного мясного продукта, это то, как использовалась мышца в течение жизни, насколько часто и насколько регулярно. В организме животных существуют разные мышцы. Некоторые предназначены для того, чтобы резко убежать от хищника и не используются постоянно в течение всей жизни. Некоторые используются непрерывно, например, чтобы постоянно перемещаться. Частота использования, нагрузка бывает самая разная. Это приводит к тому, что даже у одного и того же животного мясо бывает из ратных частей совершенно разным. Классический пример – куриная грудка, белая, мягкая, и куриные бедра, тоже мягкие, но уже коричневатые и совершенно с другим вкусом. Другой пример – почему грудка у курицы белая, а утки розовые и сохраняет свою розовость до последней стадии приготовления. Почему говядина красная вся? Ответы на эти вопросы как раз-таки кроются в том, для чего и как часто использовалась мышца. Чтобы это понять, нужно совершить небольшой экскурс в биохимию мышц. Как знают завсегдатые спортзалов, существует два способа снабжать мышцу энергией – аэробный и анаэробный. В анаэробном механизме не требуется постоянного притока кислорода для того, чтобы мышца могла сокращаться. Анаэробный механизм позволяет сдвинуть очень большой вес, но не очень долго. Тяжелатлеты, например, пользуются именно анаэробным механизмом. А аэробный механизм уже требует постоянного притока кислорода к мышцам и позволяет долго генерировать одну и ту же нагрузку. Марафонец, когда бежит в марафон, разумеется, использует именно аэробный механизм генерации энергии. Соответственно, если животному нужно срочно убежать от хищника, либо наоборот самому стать хищником и кого-то поймать, ну или, например, курица испуганная вспрыгивает на забор, то здесь, конечно, нет времени собирать энергию из кислорода, из жира. Нужно резко совершить какое-то действие, которое спасет жизнь или наоборот. И, соответственно, тут работает только анаэробный механизм. Если нужно, чтобы животное долго ходило и паслось, и нужен постоянный приток энергии к мышцам, то здесь будет работать аэробный механизм, который как раз-таки требует притока кислорода. Именно поэтому, например, грудка у уток красная, в то время как у курицы она белая. Курица должна использовать свою грудку буквально несколько раз в день, когда она пытается от кого-то убежать, и она не может использовать ее долго, курицы не летают. Максимум, что они могут себе позволить, совершить несколько очень резких махов крыльями. Утки же, птицы мигрирующие, летающие, им нужно махать крыльями в течение многих часов подряд. Соответственно, невозможно представить, что запас энергии на несколько часов подряд будет прямо в мышце. Его нужно генерировать за счет аэробного механизма и постоянного притока кислорода. По этой же причине у куриц бедра гораздо более темные, чем грудка. Дело в том, что аэробный механизм генерации энергии использует жир. И для того, чтобы жир можно было использовать, должны быть его локальные запасы в том месте, где он нужен. Соответственно, куриные бедра, которые курица использует целый день, когда ходит, разгребает кучки и ищет червячков, энергия для такого хождения генерируется прямо в мышцах из жира, который там и сохраняется. Поскольку жир – это основной источник вкуса в мясе, то именно поэтому куриные бедра, как правило, имеют более яркий вкус, чем куриная грудка, которую любят далеко не все. Еще одна причина. Почему же бедра темные, а грудка светлая? Дело в том, что операция окисления жиров, то есть получения энергии из жиров, катализируется в организме специальным ферментом, который называется цитохром. Опять же, если перевести с греческого, то окажется, что это клеточный цвет. Это окрашенный фермент, соответственно, любое мясо, которое использует жир в качестве источника энергии, будет более окрашено, чем то, которое жир не использует. Быстрые мышцы не требуют жира, поэтому куриная грудка, как правило, достаточно постная и, опять же, вкуса в ней мало. Химия еды. Мясо. Тем не менее, существуют гораздо более яркие виды мяса. В первую очередь в голову приходит ярко-красная говядина. Почему же она красная? Не белая, не коричневая, а именно ярко-ярко-красная. Многие считают, что это как-то связано с кровью. Думая, что пишет текст с кровью, что кровь красная и мясо тоже красное, причина одна и та же. На самом деле, это совершенно не так. Кровь красная, потому что в ней присутствует белок гемоглобин, который переносит кислород. При этом в мясо, в мышцу, кровь на самом деле не поступает. Кровь находится в артериях, в венах, в сосудах, ну еще и в капиллярах. Капилляры действительно проходят через мышцу, через соединительную ткань. Но когда мышца становится мясом, кровь оттуда уходит, и капилляры схлопываются. Соответственно, в мясе никогда нет крови. Разумеется, каким-то образом нам нужно переносить кислород из крови к мышечным клеткам. В мышцах этим занимается белок миоглобин. Соответственно, гемоглобин, слово гема означает кровь, миоглобин, слово мио означает мышца. Это похожий белок, тем не менее, довольно сильно отличающийся от гемоглобина. Он тоже краснеет в присутствии кислорода, и он синий приблизительно в его отсутствии. И он принимает кислород от гемоглобина и несет его дальше. Но это не кровь. Соответственно, чем чаще мышца использует аэробный механизм генерации энергии, чем больше ей нужно кислорода, тем больше будет миоглобина. А он окрашен в красный цвет. Поэтому, если животное должно в течение всей жизни непрерывно перемещаться с места на место, у него будет красный цвет мяса. Жвачные животные, жвачные порнокопытные постоянно должны перемещаться для того, чтобы постичь. Именно поэтому в их мышцах очень много миоглобина, и поэтому даже те мышцы, которые вроде бы не должны использоваться постоянно, как, например, какие-то мышцы спины, все равно будут окрашены в ярко-красный цвет. Более того, если мы посмотрим, например, на срез свиной ноги, то мы увидим, что внутренние мышцы, которые ближе к кости, они будут более темные, чем внешние. Потому что внешними мышцами, большая часть ноги, свинья пользовалась, чтобы бегать. Свиньи не очень любят бегать, поэтому пользовалась она ими редко, и миоглобина там нужно меньше. Но стоять ей приходилось постоянно. Соответственно, внутренние глубокие мышцы, использованные для того, чтобы сохранять свою позицию, свинья использовала все время, и они более темные. Хотя, конечно, не такие темные, как у говядины, которые ими пользуются постоянно. Любопытным примером является мясо тюленей, которых в некоторых странах все же иногда едят. Тюлень – это животное, которому приходится нырять на 200-300 метров и задерживать дыхание на 20-30 минут. Конечно, для того, чтобы совершать такой подвиг, ему нужно очень много миоглобина в мышцах. Поэтому мясо тюленя даже не красное, а просто черное. Именно за счет миоглобина. В быстрых мышцах, таких как, опять же, куриная грудка, миоглобин не нужен. Они свою работу выполняют анаэробно, на основании энергетических запасов, которые там уже есть. Поэтому такие быстрые мышцы будут белыми или светлыми. Таким образом, вывод можно сделать следующий. И о нем давно уже знают любые хорошие повара. Если мышца в организме животного работала мало, например, говяжья вырезка, которая практически не совершает никакой работы, коллагена в ней будет мало, жесткость будет небольшая, мясо будет нежным, ему практически не нужна будет термическая обработка, чтобы сделать его мягким и нежным, но в нем будет меньше жира, поэтому вкуса тоже будет меньше. Если же мышца активно работала всю жизнь животного, то, скорее всего, в ней будет больше жира, вкуса будет намного больше, но при этом она будет и жесткой. Для того, чтобы сделать ее мягкой, есть разные подходы. Можно это сделать механически, можно отбить молотком, например, чтобы разрушить коллагеновые волокна, можно порезать на части, можно порубить в фарш. Приготовление котлет – это как раз-таки сделать жесткое мясо, в котором много вкуса, мягким. Можно просто нарезать, конечно, мясо поперек волокон, для того, чтобы было проще жевать. Можно использовать химические способы умягчения маринада, например, и засаливание. Ну и, наконец, можно использовать термические подходы к умягчению мяса, но это уже тема для целой отдельной лекции. Химия еды. Мясо. Область знаний. Чтобы сделать жесткое мясо мягким с использованием группы физической силы, есть много подходов. Самый простой – это просто отбить его молотком. Конечно, при этом не любое блюдо будет выглядеть красиво. Но, к примеру, шницель, очень популярный в Германии и в Австрии, это, по сути, именно тщательно отбитое мясо. Оно при этом не только выглядит красиво и занимает всю тарелку, и даже иногда свисает, но еще при этом становится гораздо более нежным. Но это не единственный механический способ сделать мясо мягче. Самый простой, пожалуй, это все-таки просто его порезать. И он активно используется в приготовлении блюд из сырого мяса, таких как, например, тартар, в которых мясо режут маленькими кусочками, или карпаччо, в котором его режут тонкими-тонкими ломтиками. На самом деле, в зависимости от культуры, есть разное мнение, как нужно нарезать мясо, чтобы оно стало оптимальной текстурой. Если отвлечься от сырого мяса и вспомнить два таких известных продукта, как пармская ветчина и хамон, по сути, продукты Италии и Испании, которые, вообще-то, почти одно и то же. И то, и другое – это сыровеленные свиные ноги. Но при подаче пармскую ветчину режут поперек волокон, а хамон вдоль волокон, вдоль кости. Поэтому пармская ветчина жуется гораздо проще. Хамон всегда нужно пожевать, потратить некоторые усилия. Но, тем не менее, испанцы считают, что это как раз раскрывает дополнительно вкус. Существуют и более технологичные способы сделать мясо нежнее при помощи механической обработки. Существует так называемый тендеризатор Джаккарда по имени создателя. Это устройство, в котором есть очень много маленьких, тоненьких и очень острых лезвий, которые установлены один за другим. При обработке мяса таким устройством многократно прорезаются мышечные волокна и получается много мелких надрезов. Это не значит, что в мясе много дырок, но, тем не менее, надрезы в нем есть, соответственно, коллаген при приготовлении не будет сжиматься настолько сильно и при этом не будет происходить того самого выжимания всех соков из мяса при приготовлении. Что интересно, казалось бы, мы делаем дырки в мясе. Наверняка при приготовлении из него должно вытечь больше мясного сока. Эксперимент показывает, что это не так. Мясо, которое было обработано при помощи джаккарда, сохраняет намного больше сока. И это связано с тем, что, во-первых, коллаген больше не выжимает этот сок в процессе приготовления, но и дополнительно, за счет того, что в мясе при разрезании образовались небольшие повреждения, в эти совсем маленькие отверстия вытекает раствор одного из мышечных белков, миозина, который очень эффективно связывает потом вот те самые мясные соки. В итоге обработанное таким образом мясо, как правило, сильно мягче. Но нужно учитывать, что этот способ обработки мяса несет в себе свои риски, потому что любое бактериальное заражение мяса, то есть то, из-за чего можно получить пищевое отравление, происходит всегда из бактерий, которые были на поверхности мяса. Мясо внутри стерильно, в нем нет бактерий, их можно только привнести снаружи. Поэтому при такой обработке вся веселая компания бактерий, которая сидела на поверхности, может оказаться внутри. А поскольку при приготовлении мы нагреваем кусок мяса снаружи, пока оно прогреется внутри, у бактерий будет вполне достаточно времени, чтобы размножиться и потенциально привести к каким-нибудь проблемам с здоровьем и едокам. Способом решения этой проблемы является просто бланширование мяса кипятком кратковременно, перед тем, как его подвергать такому умягчению. Рассказывал доктор химических наук, заведующий кафедрой химической физики, функциональных материалов МФТИ, профессор химического факультета высшей школы экономики Валентин Новиков. Область знаний.